При использовании функции print есть еще одна особенность, которую мы пока что не обсудили. Это передача параметра по имени. То есть мы для того, чтобы связать значение пустой строки с аргументом end, мы явно указали, что вот эта пустая строка, она записывается в параметр end. В примере с функцией myRange мы просто передавали 2 или 3 аргумента, не указывая, каким именам и аргументам эти значения соответствуют. В такой ситуации, когда мы не указываем имена, они передаются в том порядке, в котором они записаны в заголовке функции. То есть 2 будет записан в переменную start, 15 значение будет записано в переменную stop, а значение 3 будет записано в переменную step. В принципе мы в произвольном случае, в произвольной функции, можем явно указывать, какая переменная будет соответствовать какому аргументу. Например, функцию myRange мы можем вызвать таким образом. myRange stop равно 20, start равно 5. При этом мы переставили значение аргументов, 20 и 5 написали наоборот, но за счет того, что мы явно с помощью имени указали, какой аргумент соответствует, все будет передано верно. То есть 20 именно будет отнесено к значению конца диапазона, а значение 5 к началу диапазона. Продолжение следует...